Соревнования по дзюдо в городе над Бугом проводятся регулярно. Отличие прошедшего турнира от других в том, что ставшие призерами ребята войдут в сборную области по данному виду спорта и в дальнейшем смогут побороться уже на республиканском уровне. Поэтому первенство, стартовавшее 16 декабря в рамках программы Олимпийских дней молодежи, стало для каждого участника важным испытанием в его спортивной карьере. Тем более, что и соперничество оказалось весьма серьезным. Олимпийские дни молодежи – это одни из главных стартов в нашем регионе. У нас 15 регионов, где развиваются в Брестской области, силы сопоставимые друг с другом. То есть у нас сейчас нет такого, как явного лидера, как раньше было. В каждой команде есть люди, которые претендуют на завоевание медалей в Республике Беларусь. Сегодня, во второй половине дня, мы отберем сильнейших и будем готовить их непосредственно к республиканским соревнованиям. Это, в общем-то, обязывает нас это сделать, поскольку в прошлом году девочки и ребята отборолись очень прилично и заняли второе командное место. Каждый из 220 юных спортсменов, приехавших из разных уголков нашего края, серьезно целен на победу в первенстве. И это понятно. Представлять на республиканских соревнованиях не только свой город, но и весь регион – весьма почетная миссия. И молодые люди, которые уже не первый год активно занимаются любимым видом спорта и имеют внушительный багаж наград, понимают – каждое достижение – еще один шаг на пути к большому успеху. Республика – ты можешь показать, насколько ты силен в своей республике. Войти в тройку – это быть сильнейшим в республике, в своей области. Выиграть область – значит, что самый сильный в своем весе и на область. Каждое соревнование – это новый уровень для спортсменов. Он открывает что-то себе больше и как бы больше опыта в борьбе. Мне очень нравятся ездить на соревнованиях. Я учусь вообще в школе импийского резерва, поэтому мне любые соревнования только идут на пользу. Это опыт? Да. Этим видом спорта я занимаюсь уже примерно 4 года, около 4 лет. Но это мои не первые соревнования, уже, можно сказать, очередные. Сегодняшние соревнования для тебя серьезные испытания? Ну, каждое соревнование для меня серьезное. И я не могу сказать, я не могу разделять на серьезные, несерьезные. Ну, конечно, мне бы хотелось победить, и воля в победе всегда у меня есть. Популярность данного вида спорта можно объяснить по-разному. Он воспитывает сильные качества, быструю реакцию, силу воли и помогает обрести хорошую физическую форму. Именно поэтому много детей по всей области спешат записаться в спортивные школы, где обучают навыкам дзюдо. Этот вид спорта развивается так быстро, что все новшества, даже вот я как тренеру не успеваю проанализировать, и что-то, все движется вперед. Поэтому очень трудно, после легкой атлетики дзюдо на втором месте, культивируется больше 192 стран дзюдо. Это о чем-то говорит. Как вы считаете, почему дети выбирают этот вид спорта? Я думаю, что каждый, любой человек, он индивидуально, ему хочется выделиться, а индивидуальные виды спорта, они именно проявляют свой характер, то есть за счет себя люди пробиваются в жизни. Первенство в Брестской области под дзюдо среди молодежи, собравшее большое количество бесспорно сильных дзюдоистов, доказательство того, что в нашем крае спорт играет важную роль. А значит, копилка спортивных наград Брещены из года в год будет только пополняться.